И мы вновь возвращаемся к главной теме дня, переговорам по Сирии. Моя коллега Донар Жуманова готова рассказать о новостях с полей астанинского процесса. Она сейчас с нами на связи. Донар, добрый вечер, вам слово. Спасибо, Эльвира. Хочу отметить, что наши иностранные коллеги, как и мы, работают в режиме нон-стоп. Здесь, в пресс-центре, журналисты из 25 стран мира выдают самые последние новости с полей переговоров. В кулуарах корреспонденты поделились с нами, что, несмотря на низкую температуру в столице, условия для работы комфортные. Оценили коллеги наш легендарный алматинский апорт. Сегодня яблоки можно было увидеть буквально в руках у каждого. Апорт уже стал символом миролюбия нашей страны. Что касается переговоров, министр иностранных дел нашей страны выразил надежду, что астанинский процесс поможет найти компромисс с конфликтующим сирийским сторонам. Казахстан, в свою очередь, готов создать все необходимые условия для того, чтобы цель была достигнута. В прошлом году Казахстан отправил сирийскому народу 500 тонн продовольствия для жителей городов и провинций Сирии, разрушенных войной. Переговоры по-прежнему продолжаются. Напомню, что в Астану прибыли делегации из России, Ирана и Турции. Также на встрече присутствует спецпосланник ООН по Сирии и посол США. Да. Немаловажен тот факт, что впервые за стол переговоров сели члены правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Наша страна в поисках компромисса не вовлечена. Мы лишь предоставляем диалоговую площадку для конфликтующих сторон. Также Казахстан не рассматривает астанинский процесс как альтернативу женевскому переговорному процессу. Это из дополняющих его элементов. Пока же у меня на этом все. Эльвира, будем ждать остальных новостей. Благодарю Донаром. Продолжим.